В общем, встреча эта была в какой-то степени случайная, хотя она где-то была и предопределена. О движении сознания Кришны я в то время слышал немного, главным образом потому, что официозная точка зрения заключалась в том, что это движение направляется американским ЦРУ, оно враждебно интересам Советского Союза, и его сторонники, которых были единицей, или, может быть, тогда, когда я встречался, правопады вообще еще никого не было, подвергались преследованиям по КГБ. Вот я это знал, больше ничего. Потом, неожиданно совершенно, поступило сообщение, я боюсь собрать, по-моему, из МИДа. Нам в институт позвонили и сообщили, что вот лидер этого движения религиозного обратился в генконсульство Советского Союза в Калькутте с просьбой о поездке и встрече с представителями института Востоковидной Академии наук СССР. Ну, так, руководство было несколько удивлено нашего института и немножко напугано. Ну, знаете, в условиях, когда это движение считалось, так сказать, не было бы надежным. И поэтому в МИД было направлено сообщение от дирекции института, что для института этот визит не представляет никакого интереса. То есть с намеком, чтобы праву пати не было выдана виза в Советский Союз. Прошло некоторое время, я не помню какое, и неожиданно это было в июне месяце, я как раз находился на работе в институте, прозвался звонок от сотрудника индийского посольства в Москве, который сказал, что у нас в Москве находится вот Бхакти-Виданта Свами, лидер движения сознания Кришны, который специально приехал, чтобы встретиться с вами. Знаете, я должен был принять решение в течение буквально двух-трех минут. Потому что он был у аппарата телефонного. Тем не менее, с одной стороны, вот я знал официозную точку зрения советского правительства, правящих кругов, КГБ включая, включительно, и позицию руководства института тогдашнего директора Академии Кагофорова отрицать, с одной стороны. С другой стороны, даже не любопытство, а просто чувство интеллигента. Но если человек прибыл сюда и по его заявлению специально встретится со мной, это будет просто некультурно, невежливо, невоспитанно отказать от этой встречи. Поэтому я сказал, хорошо, я готов с ним встретиться на следующий день. Вот звонок был в присутственный день, по-моему, это был понедельник, а во вторник у нас был и присутственный день. И я сообразил, что меньше будет глаз. Я в назначенное время, это было утром, пришел к себе в кабинет, а институт Востоковедния Академии НОКССР в то время находился в старинном двухэтажном здании на армянском переулке, в здании, которое было когда-то построено как лицей, а потом там существовал институт Востоковедния 20-30 годов учебный, потом там был, по-моему, клуб армянский, и в 1953 году их оттуда выселили и представили здание нашему институту. И мы переехали туда в 1953 году. Я находился в моем крочечном кабинетике и смотрел в окно. Вдруг вижу, что через ворота большой такой обширный палисадник, расположенный перед окнами нашего дома, здания института, вошел, я вижу, индивец по кругу, и в сопровождении целой группы молодых людей в оранжевых накидках, в бритоголовых. Но я понял, что они идут ко мне. Значит, я спустился вниз, встретил их из фото и провел себя в кабинет под изумленными взглядами нескольких сотрудников, которые оказались в то время в институте. Значит, мы расположились у меня в кабинете, ну, приветствовали. В сопровождающих была довольно большая группа. Человек 10-12, если не больше. В европейце ни одного индийца, ни одного восточного человека. Индусских, индийских. Даже не индийских, а вот в накидках оранжевых. В оранжевых накидках бритоголовые, но все европейцы, насколько я понял, по их акценту, в основном американцы, молодые американцы, примерно 20-25 лет. Мы условились, что, ну, я не объяснял ничего своим собеседникам, но ввиду вот тех обстоятельств, в которых эта встреча проходила, мы условились, что она будет конвенциальной и что никакой записи мы проводить не будем. Однако я был обманут, потому что подробой одного из молодых людей находился магнитофон записывающий, поэтому вся наша беседа была записана. А так как он стоял скрытно от меня, то когда уже через много лет я получил расшифровку, то оказалось, что некоторые фразы или части фраз не были записаны. Просто это не было услышано аппаратом, поэтому запись немножко дефектная. Но, я думаю, 95% нашей беседы было записано правильно, хорошо. И началась беседа. Я думаю, что мы беседовали часа два. Достаточно долго. Да, достаточно долго. Для меня немного была странная беседа, тематика. Ну, в общем, мой собеседник показал себя блестящим знатоком санскрита и феноменальным знатоком древней индийской литературы. Прежде всего, Бхагавадгиты. То есть, он сходу свободно цитировал большие куски на санскрите, но и тут же сходу передел их на английский. Наша беседа казалась различных, ну, общефилософских проблем в основном. Но она была странноватая для меня потому, что Бхагавадгиты пытался как-то, так сказать, перевести немножко вот его философские рассуждения на анализ современности. и попытался перекинуть мостик между его религиозной философией и некоторыми постулатами коммунизма, учитывая характер мой, его собеседника. В общем, она для меня была интересна. Во-первых, я познакомился с лидером этого движения, я познакомился с какими-то основополагающими принципами, это было интересно. Просто для меня как индолога. Хотя, я не историк древности, мои познания санскрита минимальные, я когда-то изучал санскрит довольно глубоко и готовил себя для изучения древней Индии, но потом волей судеб я стал заниматься историей, экономикой, новой, новейшего времени. Поэтому некоторые сюжеты были далеки от меня, но были очень интересны. Во всяком случае, беседа у нас была содержательная. Это не был монолог моего собеседника, это был наш диалог. Беседа велась очень в дружеском тоне, и у него и у меня было чувство достаточно юмора. Я впервые в жизни столкнулся с религиозным проповедником, тем более с основателем целого нового направления в индуизме. До тех пор моими собеседниками были ученые, студенты, политики. Но никогда никто из деятелей религиозного характера. Вот, во-первых, меня поразила его глубокая вера, убежденность в то, что он говорит, в то, что он делает. Второе, конечно, он был человек, по-своему, очень высоко образованный в области индуизма, в области религиозных индуистских традиций. Потому что в разговоре чувствовалось знание не только его годовой гиды, которая являлась основополагающим религиозным текстом движения сознания Кришны, или, как у нас в просторечии говорят, Кришнаитов, Кришнаизма, но и более широкое знание. Мы с ним упоминали некоторые другие источники древнеиндийской традиции, самскитской и так далее. В общем, долго мы беседовали. Правда, результата никакого не было с точки зрения. Ни я его не обратил в свою меру, ни он не обратил в свою меру. Но мы так дружески расстались. Он сказал мне, что буквально завтра, послезавтра он покидает Москву. Прошло несколько лет, я не помню. И вот один из моих учеников, который ныне является директором института востоковиднее, профессор Рыбаков, он тогда был еще молодым ученым и уже начал заниматься индуизмом. Он готовил свою кандидатскую диссертацию о религиозном реформаторстве второй половины XIX века. И был в командировке в Индии. И, возвращаясь из командировки, он вручил мне, у меня он сохранился где-то, маленький крошечный буклетик, где была перевод с английского на русский, из-за моей беседы с партией Дантой. Я просто похолодел. Потому что, вы понимаете, это уже доказательство. Никто не знал о нашей встрече. Никто. И Гафурову, хотя у него были соглядота и повсюду, никто не сообщил. Это прошло все спокойно. Ну вот, как говорят, факт на лицо. И действительно, через некоторое время мне позвонили из КГБ. И сотрудник КГБ попросил меня встретиться с ним. Я его пригласил. Он приехал в институт. Он развернул ксерокопию вот этого буклета и спросил меня, что это такое. Вы знаете, ведь вот сейчас очень много рассказывают всяких страшных вещей о КГБ. Ну да, то, что было, то было. Но нужно сказать, что среди работников КГБ, особенно вот в отделе разведки, была масса интеллигентных, умных, разумных людей. Вот такой довольно простоватый, как говорят у нас мужик, пришел ко мне, сравнительно молодой. И я сразу решил все рассказать подробно и ничего не скрывать. И я ему все рассказал. И я ему сказал, что на мой взгляд, на мой взгляд, движение сознания Кришны не представляет, ну, никакой опасности для нашей страны. Даже если оно финансируется какими-то американскими фондами, а у нас были сведения, что движение спонсируется какими-то крупными денежными тузами из Чикаго. Так или не так, я, между прочим, как-то пытался во время моей беседы с Радгупадой выяснить экономическую сторону, кто поддерживает движение. Но он ушел от этого вопроса очень ловко. Я говорю, даже если так, ну и что? В общем, я не вижу, вот я как специалист-ндолог, и не вижу ничего опасного. Потому что мы же не считаем индуизм, как религию, опасной для существования советского общества. Но ведь это же движение в лоне индуизма. Поэтому мне было непонятно, я ему откровенно сказал, мне непонятно вот такое настороженное отношение, даже враждебное отношение. А к тому времени уже, видимо, адепты появились, и были слухи, что кого-то арестуют и так далее. То есть это вообще, я ни с кем это не обсуждал. Я все это держал в тайне, вообще держал в тайне до того, когда у нас движение было разрешено. И когда вдруг мне позвонили и сказали, что вот у нас есть ашрам, есть вот общеда и так далее, мы хотим с вами встретиться, и тогда я дал согласие раза два у вас. Вы удивились? Единственное, чему я был удивлен, что при первой же встрече мне сообщили, что это было несколько лет тому назад, в то время, в России, тогда было число адептов учения примерно около 10 тысяч. Я этому удивился. Для меня это была огромная цифра в обществе, как быстро это распространялось, сколько сейчас, я просто не знаю.